Радио 54 Есть у вас какие-то ритуалы перед игрой? Традиции в команде? Ну, на удачу что-то делаете? Обще суеверные или нет? Ну, я думаю, что да, многие спортсмены суеверные. Есть какие-то личные, есть командные. То есть, вот мы перед игрой, допустим, разные команды собираются в разных частях поля. То есть, ну, перед игрой как бы стоят в круг, да, там, ну, последние указания. То есть, ну, каждая команда собирается там в разных местах. Коньки сначала правой, потом левой. Ну, да, ну, конечно, есть такое, да. Ну, все это есть, конечно, у каждого свое. То есть, как бы, в душу не заглянешь, кажется, может, кто-то там и скрывает. Ну, у вас секретик какой-нибудь есть личный, что-то такое? Шепчете себе перед игрой? Нет, не шепчу, стараюсь. Давай, давай, Леха, давай! С левой ноги начинаете делаться. С левой ноги? Да. А вы левша? Ну, на ногу, да, на руку нет. Странно. Такое бывает? Ну, бывает, да. Хорошо. Шансы попасть в заветную восьмерку в зоне плей-офф еще остались, но они очень невелики. Так это или не так? Что нужно сделать? Нет, это не так. Все будет зависеть от нас, все будет зависеть, опять же, от каких-то удачных сечений обстоятельств. Поэтому, как будут другие команды играть, где-то будут терять очки, где-то будут не терять очки. Ну, в основном все зависит от нас, конечно, шансов. А не чуть меньше, допустим, чем было бы, ну, там, в декабре, да? Ну, я думаю, это исправим. Хорошо. Тренер у вас строгий? Ну, когда на тренировках, да, когда в жизни не особо. После поражений сильно над вами? Ну, знаете, бывают разные поражения. Бывают поражения, где действительно команда не играет, а бывает поражения, что команда билась и просто, ну, где-то не повезло в конце. То есть это, как бы, иногда говорят, тренер говорит, что у меня претензий, как бы, к игрокам нет, потому что действительно бились, старались, ну, просто где-то тут не повезло. А бывает, да, где прикрикивают после игры, потому что надо как-то команду сборить. Столько крикам, никаких там дополнительных тренировок, там, 555 отжиманий, такого не бывает? Ну, нет, такого не было. Может, у кого-то есть, но у нас нет такого. Что необходимо сделать, чтобы обогнать многих конкурентов, добиться поставленной цели на сезон? Цель на сезон – это попасть в плей-офф, мы так правильно понимаем? Да, правильно. Подняться как можно выше? Собраться как команда, как коллектив, выполнять установку тренера и понимать, что каждая игра – это последний шанс. Последний шанс? Ну, каждая игра – это выходить как на последний вид, грубо говоря. Как-то вы себя каждый раз так настраиваете? Ну, если бы это было каждый раз, то это было бы даже лучше. Наверное, не всегда получается. Потому что каждая игра – это твой шанс, во-первых, проявить себя, во-вторых, это три очка. Нужно быть с командой друзьями, то есть нужно ли проводить время вне тренировок вместе, не знаю, общаться с семьями, что-то такое вы делаете? Вы друзья или нет? Ну, как и в жизни, кто-то общается, кто-то где-то на нашем институтах хочет, кто-то общается с однокурсниками, кто-то не общается. Все равно есть в основном те, кто живут на выездах вместе, они как бы более общаются, потому что они, наверное, ближе друг к другу. И также в городе, то есть если вы живут рядом, то есть кто общается, иногда бываем, собираемся там шашлыки, допустим, весной и летом, то есть это и команда собираемся, ну, всяко бывает. Все равно, когда идет сезон, много игр, много тренировок, много еще дел своих по дому, там, по... Если на хобби какой-то нет времени совсем? Ну, почему, ну, у кого-то, может, какое-то есть, я не знаю, кто-то, может, любит на лыжах кататься, когда, ну, знаете, на лыжах тоже особо не покатаешься, мало не может ромка учить. Это как сапожник без сапог, да, когда есть свободное время, ты особо-то спортом не занимаешься, да? Ну, да, да, да. Ну, да, в основном, да. Единственное, может быть, бассейн, как бы, потому что он там расслабляет, полезен для хоккей. Можете дать какие-то советы начинающим, те, кто только еще входит в спорт, в хоккей с мячом, вы как уже профессионально? Да, наверное, больше дать, может, совет родителям, чтобы они сильно не напрягали детей, особенно в возрасте, там, 6-7-8 лет, то есть, знаете, надо детям расспрашивать, там, а что надо, чтобы он ребенок в этом возрасте заиграл? Да ничего не надо, просто надо, чтобы ему нравился этот спорт, как бы你 загружать его так, вот и все, то есть, предоставить максимально лучшее условие, там, грубою, чтобы, там, клюшка была, приятно держать, там, коньки были удобные, там, они на 3 размера, как раньше нам давали, то есть, больше. На 3 размера больше? Ну, всякое бывало, знаете, раньше же было и не было такого, что, там, вот, пошел и купил, как бы, поэтому. Раньше что дали, то дали. Я говорю, я пришел, то есть, мне дали, там, эти тряпочные коньки, мне они не понравились, а поэтому перестал ходить, ну, в эту зиму. Потом пришел, дали, по-моему, какие-то другие, ей мне уже больше понравилось.